В спорткомплексе «Вымпел» прошли чемпионат области и первенство города по масс-рестлингу. Этот вид спорта родом из Якутии, но с недавних пор успешно развивается в нашем регионе. Среди калужан, мастера спорта, чемпионы России и даже мира. В этот раз участниками соревнований стали около полусотни атлетов в возрасте от 14 до 40 лет. Кто вырвал палку из рук соперника, а вместе с ней победу, знает Марина Ерсисян. Атлет в синих трусах в легком шоке. Всего лишь секунда и победа вновь за Иваном Галкиным. Хотя чему тут удивляться? Мастер спорта международного класса Иван – абсолютный чемпион России и чемпион мира. В масс-рестлинг пришел из тяжелой атлетики, который занимался на любительском уровне. А вот в якутской борьбе добился поразительных успехов. В масс-рестлинг пришелся калужанину по душе своей универсальностью. Участвуют все группы мышц. Ну, лично моя подготовка разделена на два этапа. Это силовая подготовка с железом, ну, золотая троица, присед, жим, тяга. Ну и непосредственно, конечно, спарринги. Без них никуда. Масс-рестлинг – относительно молодой вид спорта. Во всероссийский реестр включен с 2003-го. Однако якутская борьба с каждым годом все популярнее. И Калуга – один из центров ее развития. У нас есть и мастера, и чемпионы. В масс-рестлинг часто приходят из пауэрлифтинга, универсального боя, других силовых видов. Это борьба, но здесь нет прямого контакта с соперником. Зато напряжение колоссальное. По правилам соревнований, если в течение двух минут не выявлен победитель, то обоим присутствует поражение. Но в практике не было еще случаев. То есть очень колоссальное напряжение, и обязательно кто-то не выдерживает, обязательно кто-то выигрывает. Никакой дискриминации. В масс-рестлинге выступают и девушки. Их меньше, чем мужчин. Но и в девичьих рядах хватает конкуренции. Маникюр и косички – не препятствие достижениям, доказывает студентка из Людинова Галина Дмитриева. Она в масс-рестлинге недавно и готовится выполнить нормативный разряд. В Калуге стала первой в возрастной категории 15-17 лет. Все говорят, что это не женский вид спорта, а я им доказываю обратно. И те люди, которые доказывали, что это мужской вид спорта, сами начали им заниматься. Им тоже нравится. По итогам чемпионата большинство первых мест завоевали представители спортшколы «Вымпел». Несколько наград уехали в Медынь и Людинова. Помимо медалей, лидеры получили и путевки на чемпионат СФО. Впрочем, ехать никуда не придется. Соревнования пройдут в Калуге. Мария Нешисян, Виктор Степин, телекомпания НИКА-ТВ.